Места здесь, конечно, красивые. Лес вокруг озера, тишина. Природа такая, что впору картины писать. А уж про свежий воздух и говорить не приходится. Ни тебе промышленных предприятий в округе, ни шумных дорог рядом. Именно это место, небольшую деревню Стрельчики, и выбрал совсем недавно для жизни бывший москвич и бывший бизнесмен Александр Маленков. Место очень хорошее, мне очень нравится. Пограничная зона, как бы никто не ездит, машин мало. Вот, соседи прекрасные, замечательные соседи. Когда мы еще тут хозяйства своего не было, они нам яички носят, кто-то чем-то помогает, кто-то собаку подкарливает, когда мы уезжаем. В общем, ну, вот действительно Господь послал славу ему во веки. Оказывается, именно здесь, в Стрельчиках, довелось найти ему то, что безуспешно искал долгие годы в городской Курбоверти. Когда родились детишки, я как ответственный человек понял, что нужно их кормить здоровой пищей. И сразу начал действовать, сразу начал искать дом. Ну, как-то Господь не посылал. Это в одночасье послал все. И дом, и участок, и деньги, и людей. И, в общем, мы это за полтора года все осуществили. Было болото. Сейчас о бывшем болоте ничего не напоминает. На его месте, за высоким забором, дом, который способен с первого взгляда поразить воображение каждого, кто его видит. Дом из местного леса. Большой местный лес. Искал недолго. Получилось тоже все само собой. Приехал в лесничество. Я говорю, вы знаете, просьба может быть моя нестандартная. Я, скорее всего, знаю, что вы ее не выполните. Что у вас такого леса нет, но мне нужен вот такой лес. А мужик чуть со стула не упал. Он говорит, а мы только вас и ждали. Мы, говорит, напилили такого леса, не знаем, кому его сбыть. Вот все, говорю, само собой. Милость Божия. Слава Богу. Дом построили за полтора года. Правда, задача эта для местных строителей оказалась не из простых. Уж больно необычно строение. Да и требования хозяина иногда вызывали удивление. Вот даже такое, казалось бы, обычное крыльцо. Вот мы, ну я не мог объяснить строителям, что я хочу. Они все время что-то хотели сделать, типа коттеджного варианта. Вот мы боролись так с ними вначале. А потом, когда они все сделали, сказали, ну да. А у меня это все в мозгу было. Дом получился, как и был задуман. С учетом всех непростых требований хозяина. Ведь строился для жизни. Ну просто дом для жизни. Комфортный, безопасный. Там, не знаю, мы еще, кроме там, ну высыпаешься хорошо. Вот в таком доме. Смотрите, какая дверь. О. Все не случайно в этом доме. Все продумано до мелочей. А порхает, как пушинка. Чик, чик. Ничего не проседает, ничего не выкручивает. Попробуйте сделать это. Внутри дом не менее интересен, чем снаружи. Сочетание нарочито необработанного дерева с резной старинной мебелью создает удивительную атмосферу уюта, комфорта, простора. И, несмотря на высоченные потолки, теплоты. Ведь в доме главное место занимает печка. Вокруг нее-то и вьется вся жизнь. Без нее, ну, я не представляю, как можно жить крестьянин. Это невозможно. Благодаря печке мы греемся. Это всем понятно. Благодаря печке мы готовим. Причем готовка из рабства, которое нам навязали, женщинам в основном, плиту, привязали ее прямо туда, наручниками, из рабства превращается в такое, знаете, интереснейшее, увлекательное занятие. Достаточно просто, если там надо, пять блюд. То есть ты накидал в кастрюлю или в чугунки, что нужно, туда засунул и пошел заниматься всеми делами. К вечеру все готово. Вкус у блюд, приготовленных в печи, неповторим. И большинству наших современников, в отличие от предков, которые знали толк в еде, уже не знаком. Сейчас мы вас будем обращать с прекрасной настоящей рыбой. Называется треска и палтус. Это та единственная рыба, которую вообще еще не докатилась научный прогресс. Ее не выращивают. Александр приверженец всего натурального, настоящего, выращенного, без химии. Сейчас еще мы вам картошку доставим молодую. Наши друзья с Молдавии передали. К слову, все это было в иене. И картошка, и черешня, понятно, что не из наших краев, привезенная издалека. А вино у нас с Абхазии. И красное, и белое, любое. Ну что, прошу к столу. Возможностью иметь на своем столе здоровую еду в наше время и правда можно гордиться. Но для Александра это не редкость, а ежедневная практика. А вот, кстати, настоящая соль. Вы как-нибудь видели настоящую соль? Вот она такого вида. Это прямо из шахты. А вот тот заменитель, который в магазинах продается, это химический продукт. Обработанный там, усовершенствованный и так далее. Это есть нельзя. Это дубовая столешница. Вот такой толщины. Просто взяли, спилили кусок дуба и положили. Вот. Здесь вот мы готовим в основном. Но это уже как бы по настоянию жены, там, если омлетик сделать, чтобы печку не разжигать. Крестьянский быт вовсе не отрицает им множество удобств. Главное требование к ним – быть безопасными. Здесь у нас тарелки, кувшинчики. Вот так живем. Крестьянской жизнью обычно. Ничего не обрабатываем, все натурально. Потому что у нас дети, а им нужно вырасти здоровым. И тогда родители будут счастливы. Детская в доме – словно отражение определенных взглядов родителя на воспитание подрастающего поколения. Здесь у нас детская, вот это лежанка. Здесь зимой детишки просто отдыхают. А когда летом приболели, там, еще что-то, мы натапливаем ее. Вот. Она связана с плитой. То есть мы готовим там, а вечером здесь дети выздоравливают. Вот такая жизнь. Процесс выздоровления, по мнению Александра, должен идти сам по себе, без докторов и таблеток. Вообще все болезни, они вылечиваются сами. Все болезни. За исключением современных болезней, допустим, рак. Рак, ведь это не болезнь, это отравление организма. То есть вот что люди кушают и травятся. И болеют потом. Клетки с ума сходят от того, что они не понимают, какая пища туда попадает. И они заболевают. Решение многих проблем в самом человеке, в его мыслях, знаниях, в отношении к прошлому. Вот и место женщины в этом доме также определено в соответствии с традициями предков. Удобно тебе? Да. Это моя жена. Обычная жена, русская, крестьянская жена, белорусская. И она, мне кажется, этому радуется. Яркое тому подтверждение – платок на голове Дарьи. Муж настоял, жена сделала. Это так написано в священном писании. Да не оденется женщина в мужской одежде. А поскольку я православный, а она моя жена, поэтому она мне не перечит никогда. Безусловно, какие-то неожиданности, сложности они были, но это, наверное, больше как становление вот каком-то внутреннем. Но, наверное, когда ты понимаешь, что ты должен разделять взгляды именно своего мужа, то ты просто позволяешь быть себе женщиной, следовать за мужем. Поэтому все сложности, они перекладываются, ну, в действительности, просто на плечи мужа. А какая моя обязанность – любить и быть счастливой. Поэтому вот так и живем. Улыбаться. Улыбаться, да, действительно, улыбаться. Ну что ты, прибрала там? У каждого свой выбор, своя правда. И, конечно же, свои представления о том, что и как правильно делать. Самое главное – жить в гармонии. Друг с другом и самим с собой. Пойдемте, я вам пекарню покажу. Своя личная пекарня – особая гордость Александра. Здесь мы печем хлеб. Там две печки. Пойдемте, пойдемте. Ведь хлеб, как известно, всему голова. Основа основ. Залог благополучия в любое время. Так, а здесь у нас хлеб как раз подошел. Сейчас будем доставать. Вот такую специальную штуку сделали. Сами придумали, чтобы удобно было сейчас увидеть. Вот так поддеваешь, и вот он. При буханке. С тех пор, как появилась возможность есть свой хлеб, вкус другого для Александра уже неприемлем. Вот такой вот хлеб. А еще момент. Он никогда не черствеет. То есть он черствеет вот снаружи. Он твердый, кажется. Его разрезаешь внутрь мяк. А мололи мы муку вот на этой мельнице. К сожалению, у нас уже таких не делают. Это мельница австрийская, мы привезли. Вот здесь есть отсеки. Вот жернова здесь находятся каменные. Отсюда можно цельнозерновой хлеб получать. Открываешь, когда здесь, значит, сыпется все смолотое сюда, кучей. Вот, когда здесь закрываешь, здесь открываешь, идет в разделитель. И здесь делится на фракции. Вот тут высший сорт. Вот пройдите, посмотрите, какая мука настоящего цвета. Вы же, наверное, не видели никогда. Вот это настоящий цвет высшего сорта. Он не белый. Вот здесь средний сорт, здесь там пониже. Второй сорт, а здесь отруби уже вываливаются. Вот оно. То есть на четыре фракции разделяется. Безотходное производство это у нас уходит на корм скоту. Вот. Сейчас я вам покажу, как она работает. Процесс производства муки сродни важному таинству. От этого зрелища, когда из обычного зерна на свет появляется мука, не оторвать глаз. Оно словно завораживает. Завораживает любое чудо создания чего-либо важного. А что может быть важнее хлеба? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Как все в жизни. Очень нам помогает во всем. Вообще, мельник всегда был уважаемым человеком в деревне. Ну и вообще в населенном пункте. И никогда не был, ни в чем не нуждался. Да и сегодня, прослышав о том, что в стрельчиках работает мельница, приезжают сюда люди. Специально за мукой. Да, на самом деле насчет муки. Замечательная мука у тебя, Саша. Прекрасная. Зерно мы с Ростова привозим. Там он вызревает хорошо, хлеб. Ликовины много. Вот. И получается хороший, прекрасный хлеб. Пойдем. Мука из настоящего, а не генно-модифицированного зерна – редкость в нашей жизни. Александр, кстати, такое зерно привозит с юга России. Тебе хватит на сколько-то дней? Да, не на долго, но хватит. Спасибо огромное. В наше время в дефиците все чаще оказываются вещи простые. Спасибо. Во слава Божьей. Пользуйтесь. Трудно сыскать не только настоящую муку, но и хороший топор. Наших уже нет хороших топоров, но рубит очень хорошо. Раз, готово. Дрова поколоть сродни занятий спорта. А может быть, даже и лучше. А фитнес-центр ходите, качаетесь? Ответ понятен. Это для бездельников создано. То, о чем мы говорили, для городских бездельников. Потому что здесь некогда этим заниматься. Я когда-то жил и той жизнью этой, я знаю, о чем говорю. У меня есть с чем сравнивать. Все эти фитнес-центры, бары, рестораны, байк-слеты. Ну, это все, чтобы занять себя чем-нибудь. Вон, иди козу подави. Когда живешь на земле, не до праздных увлечений. Забот и хлопот здесь столько, что только успевай с ними справляться. Пойдемте, хозяйство покажу. Хозяйство пока небольшое, но уже разнообразное. Коза, здорово. Хлебушек будешь? Две козы пасутся в просторном вольере через дорогу от дома. На воле. Без каких-либо ограничений. Козочки окотные уже. Не знаю, там бог весть, сколько там котят. Но посмотрим. Должны в июне рожать. Завел Александр на подворье также и семейство уток. Птица на радость хозяину оказалась неприхотливой. Ну что, есть вода у вас? Все нормально. Вон там бычка привезут, через неделю поставим. Ну, в общем, у них своя жизнь, у нас своя. Они нас вообще не обременяют. Зато у нас всегда есть прекрасный натуральный корм для нас. Хоть, казалось бы, и мирно соседствует живность со своими хозяевами, каждый день требуют к себе неустанового внимания. Стоит только обзавестись питомцами, как множество задач по их содержанию появляется. И не все бывшему горожанину удается решать с первой же попытки. Вот пытаемся восстановить настоящее корыто. Ну, казалось бы, ну что такого в корыте? Тяжело. Не можем сделать нормальное, легкое, прочное, крепкое корыто. Вот вторая попытка. Надеюсь, уже будет лучше. Есть на участке Александра и свое озеро. Появилось недавно, на месте болота, но уже заселено обитателями. Когда нам рыба нужна, мы идем туда и берем к себе. Сразу пожарили. Мы же ее кормим тоже настоящим зерном, а не комбикормом всяким. Днем она не лезет, гуляет в основном утром рано, либо вечером. Вот пусто. А уже и корма нету. Надо сюда какой-нибудь заманушки кинуть. Все. Вот эта вся рыбалка. А с удочкой сидеть я тоже удел бездельника. Ну, представьте себе, крестьянина в эту пору сидящего с удочкой на озере. Нонсенс вообще. Невозможно. Вот там у нас курица высидела цыплят. Вот у нас заботливая мама высидела и ходит с ними, оберегает их, в случае угрозы накрывает, тенчики летят к ней. Все, как у людей когда-то было. А у людей сейчас тоже все по-другому, к сожалению. Все должно происходить естественно, уверен Александр. Поэтому так стремится восстановить утерянную природную гармонию. Это трудно. Но если стараться, не покладая рук, усилия непременно увенчаются успехом. Две курицы с удмуртии привез с подводья, тоже крестьянского, высиженных. Вот так собираем с миру по нему. Собираем. Пока только на начальном этапе. Богатство. Вот оно. Оно не на счетах где-то, в циферках. Вот оно богатство. А причем оно постоянно прибавляется. Всегда. Чтоб ты не делал. Знаешь, если ты не хочешь. Они сами плодятся, сами высиживают. Так Господь все устроил. И, конечно же, даже в выборе собаки, верного стража каждого крестьянского подворья, Александр оказался верен к приверженности всему натуральному. Не стал искать породистого, титулованного пса. Критерии у него были совсем другие. Он очень послушный. Дворняжки вообще все очень послушные. Он вот так, так вот он. Ну, вообще никаких проблем. Вот полкаш, ну-ка иди на место. Иди на место. Молодец. Иди ко мне. Иди, Майя. Вот и никто не учил. Никакие дрессировочные школы. Ничего не надо. Ничего. А вот этим мутантам, скрещенным там, выращенным, их надо долбить, долбить, долбить. Вот все, ничего не делали. Зверь ты мой. Будешь пасти скоро гусей. Планы на развитие хозяйства у Александра самые смелые и самые оптимистичные. Вон рыба плавает. Вон птичка пьет. У нас все по-настоящему. Там будет сарай для животных. Гуси, утки. Вот. Здесь амбар. Мы здесь зерно будем хранить. У нас сейчас большой урожай предполагается. Прожив два года в деревне, испытав на себе радость от работы и жизни на земле, видя результаты своего труда, Александр с каждым днем все больше и больше убеждается в правильности однажды сделанного выбора, когда город поменял на село. Я когда был городским бездельником, я занимался бизнесом. Вот. И как мне кажется, успешно. Но когда я понял, что я занимаюсь не тем, я все бросил, все закрыл, все распродал и на оставшиеся деньги построил все это. И теперь я свободный человек. Я хозяин, а не раб. Чего и вам желаю. А потом, чем больше людей переедут из городов в село, тем проще будет нашим властям, тем проще будет государству. Не надо будет ни за кем бегать, ухаживать. Каждый будет хозяин на своей территории. Никто не будет стянать, что у нас зарплаты низкие. Никто не пойдет там ни на какую площадь, что-то там кричать, голосовать. Это никому не нужно будет. Давайте переезжать из городов. Давайте переселять мегаполисы. Вот, что я хотел вам сказать, дорогие телезрители. Редактор субтитров А.Семкин